Всем привет дорогие друзья, а с вами как всегда Саня Слоун и да, Among Us стала лучшей мобильной игрой 2020 года, а также лучшей мультиплеерной игрой. Давайте же все вместе порадуемся и посмотрим на реакцию разработчиков игры, когда они узнали об этом. А теперь давайте посмотрим и разберем новую карту в Among Us, новые задания, новые скины, новые возможности и многое другое. Если ты еще не подписан на канал, то рекомендую тебе подписаться, потому что только здесь ты самым первым узнаешь обо всем, что происходит в мире Among Us. Ну а если тебе понравится это видео, то не забудь прожать свой лайк. Ну а мы начинаем. Кстати, вступай в наш дискорд сервер, там тебе точно будет интересно и ты весело проведешь время в отличной компании. Если что, ссылочка в описании. Как вы уже поняли из названия трейлера игры, карта будет называться The Ayrship, что в переводе означает Дирижабль. Возможно вы знаете, но эта локация доставлена в Among Us прямиком из игры про Генри Стикмена и как мы видим в начале трейлера, из густых облаков медленно вылетает огромный дирижабль. Это и есть наша новая большая карта, которая будет вмещать в себя 17 игроков максимум, 5 из которых могут быть предателями. Напомню вам, что эта карта в несколько раз больше полиса. Далее мы видим капитанский мостик, на котором появляются все игроки в лобби, чтобы начать игру. Далее мы видим новые задания по типу вытащить мусорный пакет из ведра и очистить рубин от царапин. Следом за тем игрок спускается по лестнице вниз и переходит на другую часть корабля с помощью лифта. Как минимум мы уже видим нововведение в виде лестницы и лифта и меня это радует. Надеюсь вас тоже. Просторно будет побегать по такой огромной карте. Далее, как вы могли заметить, в трейлере нам предоставляют выбор места, где каждый игрок выбирает сам для себя, где он появится после собрания. На выбор две локации. Инженерная комната и главный холл, который мы видели в самом начале. Далее мы видим запущенный саботаж и игрок пытается вернуться к лифту, но лифт не работает во время саботажа и сбежать ему некуда. Следом за этим мы видим камбуз корабля и люк, откуда выпрыгивает предатель в новом скине и убивает члена экипажа новым способом. Что дает нам намек на то, что в игре будут новые анимации убийств и скорее всего реакции питомцев на них. Еще на трейлере можно заметить список заданий и многие из них совершенно новые. А именно, в электрике откалибровать распределитель и перенаправить электроэнергию на душ. Или в оружейной комнате убрать винтовки, почистить туалет или почистить рубин. Ну а перед тем, как мы подытожим все вышесказанное, скажу лишь, что дата выхода этой карты планируется на начало 2021 года. Возможно уже в январе мы с вами вместе поиграем на этой карте. В заключении хочу сказать, что я рад за Among Us игра получила две награды на международном фестивале игр и разработчики благодарили все свое комьюнити за невероятную поддержку. В будущем, как мы видим, игра будет только лучше с каждым обновлением и новая карта это только начало. Если тебе было интересно это видео, то ставь лайк, подписывайся на канал, ведь только здесь ты самым первым узнаешь обо всем, что происходит в мире Among Us. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун, всем спасибо и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok